Шалом! Священные Писания, в особенности Новый Завет, указывают на то, что Мессия — это Бога-человек, а более конкретное — Божественное Слово, ставшее Человеком, то есть воплотившееся. С какой же целью Слово стало плотью и жило среди нас, как человек, причем не во дворце, а в очень скромных обстоятельствах? С какой целью Ишуа тяжело работал, рано вставал на молитву, платил налоги римским оккупантам? Зачем он проходил сильнейшие искушения, которые нам с вами, вероятно, и не снились, и неоднократно подвергал себя самым разным страданиям, непониманию семьи, учеников, в том числе ближайших учеников? Зачем он неоднократно подвергал свою жизнь опасности? Зачем он пережил предательство одного из ближайших своих друзей, тяжелейшую молитвенную агонию в Ефсиманском саду? Зачем он пережил публичное унижение, издевательство, жестокий побой, стыд и позор? Ведь он висел на Голгофе совершенно голый на кресте, и там при этом присутствовали женщины, которые смотрели на него. И зачем он пережил самое страшное, что он пережил вообще? То есть, богооставленность, когда он испытал то внутреннее одиночество и ту разлуку с Богом, которая ему была до того момента совершенно неведома. Зачем все это было? Мы верим в то, что все это было ради нас, ради нашего спасения. Но давайте зададим пару вопросов. Во-первых, что такое все-таки спасение? То есть, от чего или от кого нас нужно было спасать? И во-вторых, необходимо ли для этого спасения действительно было воплощение? Нельзя ли было, простите за такой крамольный вопрос, может быть, кому-то он покажется крамольным, но все-таки нельзя ли было обойтись без него? Ведь в природе, созданной самим Господом Богом, как мы верим, все действует по наилегчайшему, наикратчайшему пути, по пути наименьшего сопротивления, как мы говорим. Так неужели вот эта страшная жертва, на которую Бог пошел ради нашего спасения, была единственной возможностью нас спасти? И если да, то почему? В предыдущей программе мы говорили о том, что первая и основная опасность, от которой нас нужно было спасать, это грех. Подчеркиваю, неразличные последствия греха, такие как вина, проклятие и суд Божий, а сам грех. Причем грех — это не только отдельные эпизоды в нашей жизни, то есть неправильные поступки, слова, фантазии и решения, которые мы приняли или не приняли, правильные решения. Грех — это что-то более глубокое, это духовная сила, стоящая вот за всеми этими отдельными эпизодами. Это человеческая натура, которой свойственно желание быть независимым от Бога и идти собственным путем, как об этом сказал за примерно 600 лет до рождения Мессии Ишуа, пророк Исаия. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Мы пойдем другим путем, своим путем. Сказали мы, даже не сказали, а просто взяли и пошли. Вот что такое грех, вот что такое греховное, вот от чего нас нужно было спасать, то есть это наша собственная натура. Избавиться от этой натуры возможно только через покаяние, то есть через добровольную капитуляцию перед Богом и принятие не просто прощения наших грехов, как аннулирования нашей вины. Очень часто мы под прощением грехов, обращая ваше внимание, мы понимаем именно это — аннулирование вины. То есть вот есть какая-то книга, в которой есть записи, и это все стирается, и мы теперь ни в чем не виноваты. То есть нету записи, нету нашей вины. На самом деле нам нужно просто принять жизнь на условиях Божьих. И вот с этого момента нужно, как говорится, поподробнее говорить. Вот что же представляют условия Бога-то, на которых мы должны жить? То есть другими словами, чего, собственно, хочет Господь Бог от человека? Вопрос это, по-моему, наиважнейший, и поэтому нужно постараться на него ответить как можно точнее и понятнее. И Писание открывает нам ответ на этот вопрос постепенно. Если мы читаем Танах, то в Танахе этот ответ формулируется в основном на языке заповеди. То есть говорится, что Бог хочет от человека соблюдения тех или иных заповедей. Каких именно — это следующий вопрос. Какие заповеди для евреев, какие для неевреев, и как именно их соблюдать? Есть среди них наибольшие и наименьшие. Тут вопросов куча, если мы будем углубляться в тему заповеди. Но мы сейчас этого делать не будем. Давайте не будем отвлекаться, давайте лучше посмотрим в корень. И поставим вопрос так. Является ли соблюдение заповедей Божьих человеком самой главной целью Бога? То есть то, что от нас ожидается в соблюдении заповедей, в этом никаких сомнений нет. Во избежание недоразумений я это скажу прямым текстом. Да, разумеется, Господь Бог хочет, чтобы мы жили по Его заповедям. Точка большая и жирная, такая черная. Потому что периодически можно услышать самые разные обвинения в адрес мессианских евреев в том, что мы не хотим ни о каких заповедях на самом деле ничего слышать. Это просто тонкая ширма. Это не так. Но я знаю другой вопрос. При том, что да, Господь Бог хочет, чтобы мы соблюдали Его заповеди, является ли соблюдение заповедей главной целью Господа Бога в отношении человека? До тех пор, пока мы пребываем в приятных иллюзиях о наших собственных способностях соблюдать эти заповеди, так как действительно их нужно соблюдать, нам кажется, что да, это и есть главная его цель. Но мы же хотим щелкнуть подтяжками и сказать, конечно, мы сможем. Но давайте подумаем. Конечно же, как всякий творец, как всякий создатель, Бог, безусловно, хочет, чтобы Его творение не бунтовало против Него, а жило по Его законам. Планеты, в конце концов, ну что, вращаются себе исправно по орбитам. Приливы и отливы чередуются тоже вполне исправно. Вся природа работает как часы. Один человек дурака валяет. Ну сколько можно? Хватит. Давайте уже, наконец, возьмемся за ум, рассуждаем мы. Давайте перестанем хулиганить и начнем жить по порядкам Божьим. Давайте начнем любить Бога и ближнего. Давайте исправим наш мир. Учиним так называемый тикун олам, если выражаться ивритскими техническими терминами. И тогда, наконец, в мире будет полный порядок. Не только в физической вселенной, но и в человеческом социуме он тоже будет. Все будет работать как часы. Все будут поступать правильно по заповедям Божьим, по законам Божьим. И Творец нам скажет спасибо. Ну а мы что? Ну а мы так скромно потупим глаза и скажем, да нет, что. Да и вообще, вся слава тебе. Ну про себя мы, конечно, подумаем. Мне тоже немножко. Ведь что бы ты делал без меня? Это же я решил, что мы теперь будем жить по законам Божьим. И мы сделали это. Ну да, ты нам немножко помог. Так вот, если мы от всех этих иллюзий о том, что мы можем, yes, we can, как говорил Обама, незабвенный, если мы от этих иллюзий освобождаемся, в конце концов, то выясняется, что, во-первых, при всем желании соблюдать заповеди Божьи мы можем лишь в очень ограниченной мере. Во-вторых, выясняется при этом, что наше соблюдение заповедей это не окончательная цель, а лишь условие, при котором Бог сможет жить среди нас. И что жизнь с нами и посреди нас и является его главной целью, о которой он говорит от бытия до откровения в своей книге. Выясняется, что человек создан не для заповедей, а для Бога, чтобы ему быть сыном или дочерью Творца. Чтобы наши тела были храмом Божьим, то есть чтобы Господь Бог смог обитать не только с нами, не только посреди нас, а еще и внутри каждого из нас. Чтобы мы жили в завете с ним, наилучшей аналогией которого является брачный союз мужчины и женщины. В прошлый раз мы говорили о том, что если бы божественная природа не соединилась с человеческой и потом не испытала смерть, то мы не смогли бы покаяться, то есть капитулировать и принять Бога вот на его, вот на таких условиях. Но есть еще одна причина, по которой божественная и человеческая природы объединились в одной личности Мессии Иешуа. Это вот это как раз самая главная Божья цель, жить в единении с нами. Вот именно поэтому его имя Имануэль, то есть, если перевести с иврита, Бог с нами. Иешуа показал нам, для какой жизни человек был изначально создан Богом. Человек был создан для единения с Богом, для жизни в Боге. И вот тут можно услышать очень интересное обвинение. Кто-то может сказать, слушайте, ведь это же, вы проповедуете фактически, многобожие. Ну, предположим, ладно, сам Бог является не простой единицей, а составной, как вы говорите. Что Бог — это не просто одна личность, а три личности. Ну, это вот такое вот божественное сообщество, божественная компания, члены которой настолько преисполнены любви друг к другу, что у них все общее, и поэтому они выступают как некое единое целое. Это ладно. Но дальше-то ведь вы проповедуете, что не только Иешуа, но каждый из нас должен по замыслу Божьему стать этаким богочеловеком, то есть соединением божественного и человеческого в одной личности. Что же получается? Тут уже не три божественных личности, а миллионы или миллиарды, если план удастся. Вот что же на это можно сказать? Ответ у меня вот такой. И да, и нет. Что я имею в виду? Я имею в виду вот что. С одной стороны, да, Бог — это Бог, а человек — это человек. Творец и творение принципиально отличаются друг от друга по самой своей сути, и вот за понимание этого различия, конечно же, благодарить нужно в первую очередь именно иудаизм. Однако, в своем стремлении не допустить путаницы между творцом и творением, иудаизм зашел, на мой взгляд, слишком далеко. Когда сказал, что между творцом и творением есть не только принципиальная разница, но еще непроницаемая перегородка. То есть, как бы человек не стремился к Богу, он никогда не сможет с ним соединиться, потому что есть между ними вот такая стена. И вот эта уже идея совершенно не библейская. Смотрим, что же написано. Написано, что даже в Синайском завете первосвященник, во-первых, входил один раз в году святое святых. А если уж смотреть в будущее, то пророки предсказывали уж очень интересные вещи. Например, что однажды, в последнее время, человек будет снова облечен в славу Божью, так как как Израиль, так и все человечество. Почему снова будет облечен в славу Божью? Потому что при сотворении человек был увенчан славой Божьей, и в грехопадении лишился ее. Это написано черным по белому. Стихи на экране. Пророки также говорили о том, что Бог даст человеку не только свою славу, но и свою царскую власть. Последнее время на земле будет царствовать кто? Стоп. Что за вопрос? Можно сказать. Кто может царствовать, в принципе, во вселенной, кроме самого Господа Бога? Ведь по определению Танаха Господь и есть царь. Да, только Господь Бог есть царь. Совершенно верно. Нету других богов. И нету других царей. И тем не менее, Господь Бог на земле никогда не намеревался царствовать единолично. По его замыслу, земля — это место, где он царствует вместе с человеком. И поэтому самое последнее из всех царств, которое было показано пророку Даниэлю, в книге Даниила мы читаем, это царство не просто самого Всевышнего, а святых Всевышнего. Как интересно. Ну, который, разумеется, царствует не как им за благорассудица, а вместе со Всевышним. Теперь давайте подумаем. Слава и царская власть Господа Бога — это его атрибуты, если так можно выразиться. Термин философский, поэтому я делал оговорку «если так можно выразиться». Это то, что делает Бога Богом, другими словами, слава и царская власть. Это то, что отличает его от его творений. Да? Хорошо. И однако же, что мы видим? Мы видим, что, по всей видимости, он совсем не прочь допустить нас к этим атрибутам, к своей славе и к своей царской власти. Точнее, не просто к своим атрибутам, а что-то даже большее Писание говорит. Он не прочь допустить нас к самому себе. Насколько близко? В этом весь вопрос. Настолько, что человек может стать соучастником не только в какой-то деятельности Бога, а в самой его природе. Причем не просто может, а призван к этому. Новый Завет говорит об этом совершенно открытым текстом. «Его божественная сила одарила нас всем необходимым для жизни и подлинного благопочитания через познание того, кто призвал нас своей собственной славой и добродетелю, благодаря которым дарованы драгоценные и величайшие обетования. Они дарованы для того, чтобы с их помощью вы стали сопричастными к божественной природе, избежав гибели, связанной с желаниями этого мира». Как же вот это соучастие может осуществиться? Важный вопрос. Только через нашу связь с кем-то, кто сам сопричастен к Богу. Почему? Ну, давайте порассуждаем. Каким образом мы стали грешниками, то есть сопричастными по натуре, по своей, по природе, к греху? Мы стали грешниками через нашу генетическую связь с первым грешником, с Адамом. Он, можно так сказать, заразил нас всех с вами грехом. И точно так же, очевидно, чтобы нам стать сопричастными природе, сущности, жизни Божьей, называйте, как хотите, очевидно, нам нужна связь с каким-то человеком, поскольку мы люди. Нам нужна связь с каким-то человеком, какая-то не очень понятна, но тем не менее, в котором все это, то есть сущность, природа и жизнь Божья, есть уже. Не будет такого человека, не будет у нас никаких шансов. А если будет такой человек, и будет у нас с ним связь того или иного рода, то у нас будет шанс заразиться, если можно так выразиться, опять-таки, заразиться от него Богом, божественной жизнью, божественной природой. Вот эту иллюстрацию с заразой придумал не я, ее придумал Клайв Льюис, на которого я ссылался в предыдущей программе. Он пишет о благотворной инфекции, а не о заразе. Более приятное уху выражение. Все это можно было бы сказать немного иначе. Например, отталкиваясь от той идеи, что человек был сотворен по образу и подобию Божьему. В грехопадении этот образ был искажен. Что теперь? Ну, теперь, очевидно, его нужно восстановить в человеке. А кто может это сделать? Ну, конечно же, тот, кто сам является наиточнейшим образом Божьим. То есть, Мессия Ешуа, который есть Слово Божье, воплощенное в человечестве. Есть и другие способы пояснить необходимость воплощения. Можно говорить, например, о совершенной жертве, которую Бог принес для опрощения наших грехов. Возможно, эти слова звучат более знакомо вам. Можно говорить о том, что в отличие от быков и козлов, которых приносили жертвы в храме, только жертвоприношение Бога-человека может по-настоящему удовлетворить или утолить гнев праведного Бога, вызванный нашими грехами. Я предпочитаю все-таки говорить о ней именно так. О том, что только Бога-человек Ешуа может дать нам единение с Богом, для которого мы были созданы. Потому что только в нем Божье и человеческое соединились. Почему мне такая подача нравится больше? Потому что акцент при такой подаче не на то, как бы нам выйти сухими из воды. То есть улизнуть от ответственности за то, что мы натворили. То есть от вины, от суда Божьего, от проклятия, ада и прочих неприятных последствий греха. А тут акцент на то, как бы нам жить в как можно более близких отношениях с Богом. В как можно более полном единстве с Ним. Правная точка в этих рассуждениях не грехопадение, а изначальная цель. С которой мы были созданы. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ешуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oazis-media.tv Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова